Друзья, всем привет! Сегодня вы узнаете о том, чья песня позволила Димашу Кудайбергену победить в музыкальном конкурсе и как отозвался известный украинский композитор о творчестве Димаша. Народный артист Украины, певец, композитор, актер, продюсер, автор песен Александр Пономарев, рассказал на страницах портала Вести о детях, песнях и творчестве Димаша Кудайбергена. Итак, читаем. В комментариях под клипом я читала одобрительные отзывы людей из разных стран мира, ведь твои песни поют за рубежом. Я, например, видела песню «Я люблю тильки тебе». Поет такой популярный во всем мире исполнитель, как Димаш. Да, он был у меня в феврале в гостях. Вы готовите совместный проект? Это было ознакомление с нашими возможностями. И вы о чем-то договорились? Пока рано говорить, как Боженька управит, так и будет. Исполнение твоей песни Димашем происходит в рамках вашего совместного проекта? Нет. Эту песню Димаш исполнил давно. Тогда мы ни о чем не договаривались. Просто однажды на конкурсе он спел мою песню и с ней победил. Кто остался вдвоем? Шаг вперед. С тех пор он стал популярным артистом. После этого на него начали обращать внимание. Мы с ним на тот момент еще даже не были знакомы. Сейчас Димаш ее в концертах не поет. Эту песню поют в разных странах. И в Грузии, и в Казахстане, и в России. По словам поклонников Димаша из разных стран, которые подписаны и на мою страницу, им очень нравится эта песня. И они хотят, чтобы она жила дальше. Но пока мы еще не пришли к общему знаменателю по этому вопросу. И нужно подумать над тем, как правильно ее преподнести. Чтобы это было грамотно и хорошо. Это и есть одна из тем наших встреч. Пока у нас только дискуссии. И речь не идет о каких-то финансовых моментах. Просто мы думаем, как это преподнести таким образом, чтобы это было корректно. Друзья, сейчас вы ознакомились с фрагментом интересного интервью украинского композитора и певца порталу Вести. Ссылка на полный текст беседы дана в описании к видео. Внимательные зрители нашего канала видели комментарий, оставленный Александром Пономаревым под видео с названием «Фантастический дуэт. Димаш Кудайберген, Александр Пономарев, Чернобривцы, Акапелла». Вот что тогда написал мастер. Я, конечно, рад, что автор решил попытаться создать наш с Димашем виртуальный дуэт, соединив два абсолютно разных мира, в каждом из которых жил один человек. Но если Боженька когда-то управит наш дуэт, уверен, что это будет один мир с двумя разными и одинаковыми людьми. От канала «Звездные секреты» мы ответили с надеждой. Спасибо, уважаемый Александр, за прекрасные песни и чудесное исполнение. А уж мы-то как рады вашему творчеству и словами не передать. Благодарим за визит и надеемся, что Боженька все-таки управит. Друзья, обратите внимание на чудесную фразу «Александра Боженька управит». Какой глубокий смысл? В этих словах и готовность, и скромность мастера, и надежда на покровительство высших сил. Также и Димаш никогда не рассказывает наперед о готовящихся планах, пока не доведет до совершенства свою работу. В нашем небольшом видео мы не только попытались виртуально создать дуэт Александра и Димаша, но и помечтали об их реальном выступлении. У двух музыкантов много общего, хороший вкус и душевная манера исполнения. Кудайберген давно знаком с творчеством композитора Пономарева. Как скромно сказал Александр, Димаш победил в конкурсе с его песней. Давайте напомним, что конкурс молодых исполнителей «ЖАЗ Канат-2012» прошел с 18 по 20 мая. Итак, член жюри, наш знаменитый, любимейший композитор Кенес Дусикеев вручит награды лауреату второй премии. Обладателем «Золотого крыла» стал Димаш Кудайберген из «Октабе». Тогда Димаш сказал, «ЖАЗ Канат – самый крупный музыкальный проект для молодежи в Казахстане. Для меня это не только конкурс, это фестиваль, где участники обмениваются опытом. Своеобразный мастер-класс с профессионалами Пономаревым Александром и Иргалиевым Муратом. Спасибо вам! Я с детства мечтал об этом и не ожидал, что одержу победу. Мои друзья намного сильнее меня. Просто мне повезло. Я с ними очень подружился и буду общаться. В планах снять клип и двигаться дальше. Друзья, тут и ежу понятно, что Димаш опять поскромничал. С тех пор прошло немало времени. За плечами Димаша были многочисленные победы в песенных конкурсах. Оглушительный успех в китайском «Айм Сингер», работа за рубежами родного Казахстана, потом тур Арнау по США, России и, наконец, долгожданное выступление в Киеве. И вот Димаш вновь обратился к прекрасной песне Александра Пономарева «Чернобривцы». Она, несомненно, стала еще одной счастливой композицией для артиста, поскольку принесла любовь миллионов зрителей во всем мире. Друзья, всем большой рахмет! Субтитры создавал DimaTorzok